Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на китайском танке 121Б. Увидим действительно скилловые действия, тактические маневры и очень много везения и умений действовать в каких-то таких нервных ситуациях, где тебя атакуют сразу несколько противников и нужно, в общем-то, совершенно внимательно и очень быстро реагировать. Итак, друзья, давайте, соответственно, поговорим на тему того, что же будет с блогерами. Ну, я в данном случае эту тему решила разобрать, потому что многие писали, вот блогеры пойдут скоро на завод вытачивать гайки, вот им кабзец, разберем так ли это или нет. Также не забывайте, что вы по-прежнему можете выиграть золото. Да, соответственно, вы должны понимать, что YouTube сейчас находится в очень тяжелых условиях, монетизацию отменили и, соответственно, есть вероятность довольно высокая, что в России, по крайней мере, YouTube заблокирует. Да, эти блокировки, в принципе, там обходятся, но я уверен, что немногие это будут делать. Но, в любом случае, розыгрыши пока что провожу и видео продолжаю делать. Но, если, соответственно, не получится нормально работать, то, конечно, придется переходить на другую платформу. И, друзья, не забывайте, что вы можете выиграть довольно-таки неплохие призы на сайте WorldCup. Цена просто офигенная до сих пор. Я вообще удивляюсь. 59 рублей, при этом шанс выиграть прям там к 8 уровню. Это супер дешево, удивительно. Но данный сайт не поднимает цены, несмотря на то, что... Ну, сами видите, что происходит. Так что переходите по ссылке, играйте, выигрывайте прям технику. Используемый промокод вы еще и получаете дополнительный бонус при пополнении. Промокод Maracasi в описании, опять-таки, он имеется. Итак, пойдут ли блогеры на завод? Тут стоит понимать две вещи. Ну, откуда вообще блогеры берут деньги с YouTube? Первое – это монетизация именно YouTube. Я лично этой монетизацией, ну, как бы, пользовался. Вначале она вот лет, это так, наверное, 5 назад действительно была очень крутая. Эта монетизация и приносила очень хороший доход. Но лично мне в последние 3 года эта монетизация приносила очень мало дохода. Потому что я постоянно YouTube ставил желтые значки и принижал мои видео. Ну, то есть, они нигде не появлялись ни в поиске, ни в рекомендациях. Соответственно, и просмотры, естественно, упали. Но у многих пользователей, против кого YouTube не ополчился, как против моего канала, ситуация иная. И действительно существенный, соответственно, доход у них был с такой вот рекламой. Что позволяло им даже порой другую рекламу, ну, такую вот именно конкретном видео, не добавлять. Ну, то есть, монетизация YouTube – это когда вот эти вот короткие видео появляются от самого YouTube. Естественно, YouTube себе часть денег забирает, но также и дает часть денег автору. Почему я говорю про деньги? Ну, очевидно, что блогеры все-таки тоже кушают еду и так далее. И там покупают одежду, оплачивают какие-то услуги. Соответственно, просто так они, если делают что-то, то это в качестве энтузиазма какого-то. Ну, просто хобби, короче. Но большая часть ютуберов работает все-таки за деньги. Работа это или нет, но каждый по-своему будет решать. На самом деле, это все-таки, ну, трудозатраты и время затраты. И, соответственно, второй вид дохода – это, ну, видеореклама, которую YouTube в монтаже добавляет. Соответственно, это, наверное, большая часть дохода у блогеров. Ну, и, соответственно, естественно, такую рекламу еще можно добавлять. То есть, даже если убрали, соответственно, монетизацию, хотя тут вопрос, как это отразится на продвижении российских каналов ютубовских, то, соответственно, есть вероятность, что, ну, раз российские каналы не приносят денег, то YouTube такой подумает, а зачем мне их продвигать в мире, чтобы какие-то другие пользователи их смотрели. И может просто взять их и не рекомендовать. Ну, тем не менее, пока что, пока YouTube не заблокировали, такой способ дохода работает и неплохо. Эх, Черчилль третий, да. Много на нем было побед и поражений. С этим дикер Максом мы фармили кредиты на первую восьмерку. Ладно, хоть потом я узнал про сайт Водхаб. Ведь там большой ассортимент кейсов с танками и голдой, мгновенная отправка призов, промокоды и постоянные бесплатные раздачи. Более 300 тысяч пользователей. Ты сможешь прокачать свой ангар так же, как и я. Ссылка в описании. Ну, конечно, тут еще стоит отметить, что многие компании зарубежные ушли от нас, рубль обесценился и так далее. Соответственно, ну вот какие-то компании, ну такие солидные, естественно, ну не будут покупать рекламу даже, но именно встроенную в видео от самого блогера. Так что тут тоже минус, можно так сказать, дохода. И третий вид дохода это донаты разнообразные, ну там на разных платформах. Донат-алерс или там вот эти вот поддержки типа бусти, вот что-то подобное, короче. Я ими не пользовался никогда. У меня конкретно, ну вот на стримах очень редко донатят. Но у некоторых блогеров, даже у очень многих, стримы являются довольно большой частью дохода. Тут стоит понимать, что в долларовом эквиваленте, соответственно, ну и в евро, можно сказать, этот доход очень сильно упал. Потому что, естественно, блогеры, ну русскоязычные, соответственно, им донатят скорее всего в рублях чаще всего. А значит, доход упал, если говорить про валютную переоценку. Вот такие вот дела, друзья. Так пойдут ли блогеры на завод? На самом деле, мне кажется, что вот тут зависит от канала и от того, что вообще будет дальше. Если рубль дальше будет обесцениваться, естественно, доходы у всех будут падать, не только у блогеров. Это очевидно, в принципе. Так что, если канал, ну такой большой, гигантский, ну типа не знаю там каких-то блогеров топовых, у которых миллионы просмотров, миллионы зрителей, они в принципе, даже если заблокируют YouTube, они могут перейти на другую платформу. Естественно, у них доход тоже очень сильно упадет. Это понятно. То есть, во-первых, у них убрали монетизацию на YouTube, во-вторых, стало меньше спонсоров. В-третьих, ну люди все-таки сейчас экономически пострадали. Многие лишились работы и наверняка они при этом вряд ли будут какие-то большие деньги слать блогерам. Так что блогеры тоже пострадали, но в отличие от некоторых других людей, которые лишились работы, найти новую работу очень сложно. А блогер крупный, по крайней мере, он может перейти на другую площадку. Что конкретно меня, я когда-то был таким переспевающим крупным каналом, но сейчас, естественно, мой канал, во-первых, из-за того, что YouTube щемит, можно так сказать. Во-вторых, потому что, в общем-то, контент по World of Tanks тяжелее и тяжелее делать, конкуренция выше и так далее. Много причин, ну короче, к крупным каналам, естественно, я себя не отношу. Я уже, можно сказать, средний такой канал именно по зрителям, хоть и много подписчиков, но просмотра это не дает. То есть, есть известность, но нет популярности. Соответственно, что будет дальше? Ну, очевидно, что с такими каналами, как у меня, будет очень сложно зарабатывать. К счастью, я к этой ситуации подготавился заранее. Ну, то есть, я не знал, естественно, что такое вообще может произойти. И в страшных снах мне это не снялось, как и многим другим людям. Но, тем не менее, я всегда понимал, что может настать какой-то черный денек, где нужно будет как-то переждать. Поэтому к этой ситуации я все-таки подготовил подушку, так скажем, финансовую. Но, тем не менее, на мне это отразится явно негативно. Но, тем не менее, я хочу, в общем-то, продолжать заниматься и блогингом, и стримингом, и видео делать. Пока что, по крайней мере, у меня просто такое желание есть, даже если вообще мне не будут ничего платить. Соответственно, наверное, такое же мнение многие люди, то есть, кто делает видео. То есть, большие каналы, очевидно, они никуда не денутся, они не перейдут на другую платформу. Доход у них упадет, может быть, в половину, а может быть и больше. Сейчас упал, наверное, на 7, ну, может быть, там, ну, от 50 до 70 процентов, в зависимости от, что за канал, откуда у меня доход там был. Соответственно, средние каналы или маленькие каналы, ну, средние каналы, у них шансы 50 на 50, что-то еще зарабатывать, там, перейти на другую платформу и как-то еда-еда-еда-еда выживать. Маленькие каналы, вот, которые начинали только, у которых сейчас упадок, соответственно, им выжить вообще практически нереально. То есть, им действительно придется искать другую какую-то работу или, соответственно, делать это как хобби и пытаться развиться уже в большой канал. Ну, вот такие только я варианты вижу. Так что, байка о том, что блогеры пойдут на завод, скорее всего, она, ну, отчасти действительно, ну, такая. То есть, действительно, ну, насчет заводов я не уверен, потому что столько заводов, во-первых, нету. А во-вторых, чтобы на заводе работать, это нужно умение, это нужны определенные навыки, это очень трудоемкая работа. Так что, не каждый сможет из блогеров, просто потому что, ну, то, чтобы обучить блогера, потребуется дофига времени. Я понимаю, что есть множество людей, которые сейчас с криками и радостью скажут, Блогеры, идите на завод, работайте, как я вот каждый день хожу там на завод, и вы тоже пойдете. Ну, из чего мы выяснили, что крупные блогеры, они никуда не денутся, потому что у них огромный ресурс, короче, ну, в плане людей, которые их смотрят, которые нуждаются в контенте, соответственно, в любом случае они никуда не денутся, если только, не знаю, там, как-нибудь YouTube, не то, что YouTube, а вообще все заблокируют, то есть вообще интернета не будет, но интернет в любом случае будет, даже если он будет внутри России, все равно у них какая-то аудитория останется, а в любом случае люди это возможность заработать. Как бы это ни звучало, но это так, действительно. Так что крупный канал никуда не денутся, средний и маленький канал действительно пострадает. Но в этом нет ничего хорошего, то есть многие говорят радостно, чего тут радостного, я вообще не понимаю. Я вот даже смотрю со стороны себя, вот, потому что я тоже смотрю YouTube, мне он нравится, и там много полезных каналов. Так вот, многие полезные, интересные каналы, они, в общем-то, могут исчезнуть, потому что им придется уйти работать, а многие почему-то думают, что производить, по крайней мере, какие-то сложные видео, это вообще просто взял, там, плюнул, и все, вот, за секунду сделал, то есть это несложно. Ну, сложные какие-то интересные видео делают, пипец, как тяжело, долго. И человек, который работает, ну, на другой работе, ему будет чрезвычайно сложно еще и работать на YouTube, ну, там, или где-то еще делать видео, только, может быть, в качестве какого-то хобби. А значит, многие интересные какие-то каналы, они просто исчезнут. И что в этом хорошего, я вообще не понимаю. То есть есть полно каналов полезных, там, по изучению английского, программирования, там, или каких-то еще, в общем-то, важных умений, они исчезнут. И что в этом хорошего, я вообще не понимаю, чему радуются эти люди. Да, какие-то, там, блогеры, там, с ТикТока, соответственно, может быть, там, или, ну, какие-то вот такие вот каналы придурковатые, развлекательные, они могут исчезнуть, но, как бы, раз их смотрели, значит, такой спрос был. То есть не просто так же они свою популярность завоевали, значит, людям это нужно, раз их смотрели. Но, в общем, к чему мы пришли, к тому, что блогеры никуда не исчезнут, в любом случае. Часть, конечно, в общем-то, уйдет, может быть, но большая часть, ну, половина точно останется и продолжит делать контент. Ну, вот такое мое мнение по этому поводу. Спасибо, друзья, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок